ну давай немножко расскажу в каком окружении ты работал чтобы просто понять опыт и углубляться особо не на и и и и Спасибо. Спасибо. Слушай, а по поводу взаимодействия с разработчиками, расскажи, как у вас оно строилось? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Ну а именно такое, знаешь, микровзаимодействие, ты берешь задачу в работу, ты сначала валидируешь, чтобы были бизнес-требования консистентные, а потом ты сам готовишь спеку, и разработчик по ней работает, или, может быть, вы там что-то вместе обсуждаете, или, ну вот я не знаю, там, может быть, он сразу ходит, ты там в параллель с ним аналитич, как, ну такой, понятно, что правильно. Ну да. Ну да, 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 конечно. Слушай, а если, допустим, ну в ходе работы, даже если была там спек какая-то, ты все проанализировал, прочитал, дал ТЗ-шку разработчику, он смотрит, а в ходе, например, не так все. Как у вас там взаимодействие построилось? Ну то есть, слушай, а вот еще, да, по поводу трекинга задачи, там, в какой системе вы работали, где писали аналитику? Угу. 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 Окей. Ну то есть, получается, что разработчикам там особо бюрократию не разводили, а просто тащили задачу. Угу. Слушай, а то, что, ну, DevKee вам понятно, а у вас были какие-то скрам ритуалы, там, не знаю, product owner у вас был какой-нибудь? Как вообще stakeholder? Угу. 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 круто ммм 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 мм 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 м мм мм Да, 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 да. Вот. Слушай, я пока не могу ничего придумать из технических заданий, как бы вообще я не очень люблю, чтобы люди при мне что-то там через Zoom рисовали или, не знаю, в принципе, ты вроде говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, что у тебя есть понимание, о чем ты говоришь, поэтому как бы не вижу смысла тебя мучить, меня мучить. Вот. Я думаю, тебе не все расскажет про наш проект, у тебя, наверное, есть куча вопросов, я готов тебе ответить на них. Да, окей, супер, сейчас расскажу. Смотри, значит, у нас проект занимается банковской приложухой, вот, у нас раньше была вендорская приложуха, но это, короче, всегда боль. Какой-то, ну, там, не знаю, год-четыре назад мы решили написать свою маленькую коленочную для клиентов. Вообще у нас банк кредитный всегда был, вот, и ты часто мог оформить кредит, не приходя в банк, а просто где-нибудь там чайник купив в кредит. Вот. И нужен был инструмент для таких клиентов, чтобы просто зайти и быстро погасить. Поэтому мы сделали вход в мобильное приложение по номеру телефона и дате рождения, соответственно, там, 99% точность определения клиента, ну, там, даже больше, всего здесь половины. Вот. Клиенты заходили, просто оплачивали. И, ну, очень этот сервис стал популярен, мы начали его развивать, ну, к тому же это наша in-house разработка. Вот. Теперь у нас в приложении есть абсолютно все, ты можешь и оформлять продукты, там есть не только кредиты, но и дебетовые продукты, вклады, карты, короче, все-все-все есть, это полноценное приложение. Вот. Поэтому от вендерска мы отказываемся, мы, наконец-то, ее закроем сейчас. Вот. И, ну, активно развиваем наш проект. Вот. Он достаточно сильно уже разросся. У нас сейчас пять продуктовых команд. Мы собрали core-команду для улучшения архитектуры. И сейчас шестую продуктовую команду открываем. Вот. Еще пару вводных слов. Есть такой рейтинг MarksWeb, ты, наверное, слышал про него особенно. Да-да-да-да. Акбарс там тоже где-то хорошие рейтинги. Да. Вот. В прошлом году мы заняли первое место в категории Digital Office вместе с Альфой. Вот. В этом году мы собираемся покорять daily banking сегмент. Вот. В общем, короче, ну, команда заряжена. И там наш топ и заряжен на всю эту движуху. Потому что, ну, по-моему, дело, что особенно в условиях пандемии в офисе людей гнать это вообще просто дичь. Вот. Значит, продуктовые команды. Это команда продаж. Она занимается первичным оформлением всех продуктов. Команда кредитов. Команда карт. Это команды, которые занимаются обслуживанием этих открытых продуктов. Есть команда транзакций, которая занимается, ну, соответственно, всеми переводами. Потому что сейчас очень много разных систем, которые занимаются. Да, да, да. Вот. И команды R&D. Это люди, которые помогают вообще всем несчастным, кто не справляется. Поэтому сейчас они активно помогают транзакциям. Вот. По составу команды. Это, понятное дело, Product Owner. Это Scrum Master обязательно. Это пара аналитиков. Дальше идут разработчики. Скорее всего, это будет пара Android-разработчиков. Пара iOS-разработчиков. Один веб-сервер. Вот. Вот. Два-три тестировщика. Вот. И в команде еще есть, в принципе, приписанный дизайнер, который курирует команду. Ладно, что такого не было. Это была какая-то внешняя сущность. Но теперь мы решили, что пусть тоже будет. В этом ничего плохого нет. Даже наоборот. Вот. Ну, пока экспериментируем. И в команде есть тоже выделенный DevOps. Ну, по факту это сопровождение, который тоже в курсе жизни проекта, получается. Потом у всех этих ролей есть свои гильди, вот, где они обсуждают какие-то свои вопросы, делятся знаниями. Поэтому, когда ты находишься в команде, ты все это послушал, потом пошел на общую встречу, там рассказал. Так мы делимся информацией. Вот. Соответственно, есть еще бизнес-аналитики на проекте, но пока с ними все не очень просто. Они не в командах, их меньше. Ну, на самом деле, знаешь, ну, системный аналитик, он, в принципе, может покрыть и первичный бизнес-анализ, потому что не всегда он очень сложный. Но вот если там какая-то регуляторка, если нужно с кем-то там, с безопасником, с юристами что-то договариваться, это уже бизнес-аналитики делают. Вот. Вроде бы я всех назвал. Понятное дело, что над продукт-тоунерами есть главный продукт-тоунер, чип-тоунер. По факту, ну, это директор департамента там, вот. И у него есть аналог технический директор наш, под которым мы все ходим. Плюс мы еще ищем сейчас архитектора, вот. Вот поэтому пока его роль тащит на себе аналитики в каких-то вещах, ну, что-то делает наш технический директор. И еще тимлид веб-серверные гильдии, вот. Ну, соответственно, если как бы у тебя есть желание в эту тему развиваться, мы, конечно, тебе задачи подкинем, ну, поможем. И вообще всяческий директор. Да, 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 да. Спасибо. 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 Если ты даешь зеленый свет. Да, 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 да. Супер. Тогда я, короче, договариваюсь обо всем. Через Станислава, ну, время мы подберем. Вот. Договоримся с тобой. Спасибо. Спасибо, что уделил время. Было очень круто. Мне понравилось. Спасибо. Тогда увидимся. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.